Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я благодарю организаторов конференции за приглашение рассказать о проводимой нами работе. Я представляю медицинскую клиническую науку. И наше исследование было посвящено характеристике фенотипа, генотипа пациентов с синдромом Ушера на территории России для возможности включения в исследование по генной терапии. К исследованию были приглашены ведущие медицинские центры. Это структура ФМБА, центр офтальмологии и лор-центр, центр генетики и ЦКБ с поликлиникой для хранения биоматериалов в биобанке. Исследование поддержано благотворительным фондом поддержки слепоглухих людей, фонд соединения и аффилированное с фондом компания лаборатория СенсорТех. Синдром Ушера – это синдром, обусловленный потери зрения вследствие концентрического сужения полей на протяжении жизни в более раннем или в более зрелом возрасте, потери слуха и в некоторых случаях нарушение равновесия, то есть система баланса организма. Это заболевание встречается довольно редко, от 3 до 6 случаев на 100 тысяч человек и делится на три подтипа – первый, второй и третий. Первый – наиболее серьезный тип нарушения, когда дети в раннем возрасте теряют и зрение, и слух, то есть это самая социально менее защищенная группа пациентов. Второй тип проявляется более благоприятным клиническим течением и возникает после 10 лет. Третий тип наиболее благоприятный и в основном приводит к снижению слуха в меньшей степени зрения. Фондом соединения была проведена большая работа по опросу и поиску пациентов с слепоглухотой на территории России. Нами были выделены те пациенты, у которых причина слепоглухоты кроется в медицинских причинах, то есть чаще всего это синдром Ушера. В различных странах распределение синдрома Ушера в процентном соотношении наиболее часто встречаемый тип – это второй тип. В нашей когорте был наиболее частым первый тип в связи с методом отбора пациентов, так как задачей было поставлено провести возможные поиски лечения наиболее сложной группе пациентов, то есть с первым типом. Поэтому в нашей когорте 53% пациентов были с первым типом, 40% со вторым типом, и с третьим типом синдрома Ушера пациентов не было. Из 3200 пациентов подопечных фонда в исследование были отобраны 28 пациентов, и исследование было зарегистрировано при планировании для синхронизации с протоколом международного исследования для поиска методов лечения синдрома Ушера. То есть проводимое нами исследование зарегистрировано на метапортале clinicaltrials.gov, одобрено Международным этическим комитетом и проведено по всем правилам. Пациентам проводили 15 клинических и генетических диагностических процедур, которые необходимы для протокольного способа оценки состояния зрительных функций. То есть это оценка остроты зрения, в том числе с учетом того, что острота зрения у них низкая, приходилось проводить эту оценку по флуоро-тест, специально разработанному для потенциального применения методов и имплантного лечения, и генной терапии, когда повышение остроты зрения в результате лечения может быть незначительным, но значимым для пациента. Поэтому эти исследования и эти изменения тоже нужно учитывать. Проводилась оценка полей зрения, состояние центральной толщины сетчатки, это оптическая гагерентная томография, осмотр глазного дна, электроретинография, то есть оценка функционального состояния клеток сетчатки, оценка центральной функции сетчатки, это цветовосприятие, зрительно вызванные потенциалы, и оценка слуховой системы, тональная и электронная аудиометрия, импедансометрия, вестибулометрия, оценка системы баланса, электронестагмография, постторометрия и методы генетики. Если возникнут вопросы, я готова более подробно на них остановиться, но в самой презентации я не буду на этом останавливаться. Это было проведено сегвенированием НЖС нового поколения с помощью панели, в необходимых случаях было проведено MLPA и для подтверждения сегвенирования пассенгера. Как я уже говорила, мы подтвердили, что 53% пациентов и 39% пациентов имели первый и второй тип синдрома Ушера, генетически подтвержденный. Также за развитие синдрома Ушера отвечают порядка 11 генов мутации в них, поэтому нами также были найдены и мутации в других генах, CDH-23 и PCDH-15, а также ген УШ-1С. В докладе предыдущего автора были озвучены гены АТФ-связывающих кассет, и хотелось бы отметить, что при мутации таких кассет в генах человека это приводит к развитию центральной дистрофии сетчатки, поэтому здесь многое взаимосвязано. 11 обнаруженных в гене МИО-7А мутаций, это ген миозина, были новыми, ранее неописанными, с высоким скором патогенности, поэтому они были занесены в международные базы данных. Также мы обнаружили две новые мутации в гене PCDH-15, и нами была показана эффективность клинического протокола отбора пациентов, так как 90% пациентов, у которых было подозрение на синдром Ушера, были подтверждены генетическими методами. И также мы подтвердили мировые данные о наиболее частых мутациях, встречающихся у пациентов с синдромом Ушера. Основной целью проводимого исследования было формирование групп пациентов для подбора и стратификации их для поиска прицельного лечения. То есть из 28 пациентов у 9 были подтверждены мутации в гене миозин-7А, и они могут быть вовлечены в исследования по проверке эффективности и безопасности лечением препаратом Ушстат, который является лентивирусным препаратом для коррекции аномальных функций миозина-7А. Как показано на картинке, это не наши данные, это данные до клинических обследований, что препарат успешно восстанавливает функцию сетчатки на сетчатках мышей и обезьян. На данном слайде представлены результаты обнаруженных нами мутаций в гене миозин-7А. Я не вижу особой необходимости останавливаться на этом более подробно. У кого будет интерес, данные, можно будет с ними ознакомиться. И также распределение обнаруженных нами мутаций в гене Ушерин-2А. Так как этот ген более длинный, то разработки генетических методов коррекции и редактирования генома для этого типа синдрома Ушера, хоть он и является более распространенным, пока на более ранних стадиях. Однако все равно мы проводили подробные описания найденных мутаций для дальнейшей работы и привлечения пациентов к лечению и для поиска методов лечения. Также отображены две новые найденные нами мутации в гене PCDH-15. Позвольте на этом слайде не останавливаться, так как в целом я его уже озвучила. Результаты проведенного нами исследования были доложены на весеннем съезде Общества генетиков по генной терапии и клеточной терапии в Великобритании. И на слайде вы можете видеть то, что директор по науке компании Oxford Biomedica, в портфеле которой является препарат Ушстат, ознакомился с результатами нашей работы. Мы надеемся на возможное взаимодействие с ними. Хотелось бы отметить, что здесь мы бы предпочитали идти двумя путями. Это применение разрабатываемых на Западе препаратов на территории России. И, конечно же, это разработка и применение научных разработок на территории России для российских пациентов. Поэтому еще раз благодарю за возможность поделиться результатами наших исследований. И поблагодарить спонсоров исследований. Это фонд соединения и лабораторий СенсорТех. А также на этом слайде представлены технические подробности и характеристики лентивирусных подходов. И в частности препарата ЦАР-421-869, который является препарат Ушстат. Опять же, если у кого-то будут вопросы, я готова в индивидуальном порядке поделиться тем, что знаю. Или если возникнут вопросы, на которые я не могу ответить, я их с удовольствием запишу и уточню у коллег. Большое спасибо вам. Спасибо. Николай Казбюрик, пожалуйста. Вы показали, что есть экспрессия целевого гена в одной из тканей, в ретине. Но синдром этот связан также и со слухом. Имеет ли какое-то отношение наблюдаемый эффект на глазе к тому, что может происходить со слухом? Это прекрасный вопрос. Благодарю вас. Это очень актуальный вопрос, так как само применение генной терапии, многократно обсуждающиеся побочные эффекты его, говорят о том, что глаз как орган является одной из наиболее благоприятных мишеней, так как он является изолированным. Поэтому данный препарат вводится непосредственно в место действия, это подсетчатку при синдроме Ушера. Обычно у таких пациентов имплантация кохлеарного импланта производится намного раньше, то есть в раннем детстве. Поэтому генная терапия слухового органа, если и будет производиться, то это вопрос отдаленного будущего, когда, возможно, будет на ранних этапах проводить прицельную инъекцию в сосцевидный отросток или непосредственно в среднее или внутреннее ухо, так же, чтобы была коррекция в области полукружных канальцев. Если возможно, я бы хотела пару комментариев внести о патогенезе синдрома, который возникает в результате некорректной работы либо базальной мембраны, которая сходна по строению в полукружных канальцах во внутреннем ухе и в сетчатке, поэтому такое троничное проявление, либо непосредственно ресничный аппарат клеток, которыми являются и фоторецепторы, и клетки внутреннего уха и полукружных канальцев. Пожалуйста. Витяна, скажите, пожалуйста, а этот синдром имеет такую этническую или расовую прирученность? Или он равномерно распространен? По нашим данным не имеет, он равномерно распространен. Это одно из арфанных заболеваний? Именно так. И вот Вы сказали, вернее, что 90 случаев обнаружили мутацию, 10 не обнаруживается. Это что? Или мутации могут быть в каких-то совсем других пенах, или это может быть, собственно, не связано с мутациями в геноме человека, например, в микробиотике, какие-то нарушения или еще что-то? Что об этом думают? Да, да, именно так. По статистике у 75% пациентов генетический диагноз подтверждается. У четверти оставшийся не подтверждается. То есть причины неизвестны. Это могут быть пока не определенные гены или генное взаимодействие. Синдром является рецессивным, поэтому здесь есть поле для обсуждения, какие именно другие генные механизмы могут являться причиной развития этого синдрома. Также эпигенетические нарушения могут приводить частично изученные, частично нет. Ну и то, что в 90% мы обнаружили мутацию, было связано исключительно с точностью и прицельностью отбора пациентов в группу. То есть мы специально отбирали тех, у кого найти мутацию было наиболее высоко вероятно. Николай Дмитриевич, еще вопрос последний. Вот гласит, собственно, вырост мозга, имеет ли отношение ткани, которые в ухе приводят к данному синдрому со слухом, тоже к ткани нервной непосредственно, или это ткань другого гистологического типа? То есть будет ли механизм действия одинаков, просто это нервные ткани в разных местах, или же это разные ткани и механизм действия может быть разным генцеприфистических? Насколько мне известно, и как я уже сказала, описанные пути патогенеза этого заболевания связаны с некорректной работой ресничного аппарата клетки, которыми являются фоторецепторы клетки внутреннего уха и полукружных канальцев. То есть это не нейрон, это подтип нейронов считается, но это не классические клетки нервной ткани. Спасибо. У нас времени, к сожалению, уже нет, поэтому еще раз благодарю вас за небольшой объем экспериментальных данных, которые провели. Будем надеяться, что это приведет к созданию новых лекарств по генной терапии.